Всем доброго времени суток, вы на канале ХД. Сегодня будет продолжение багов, секретов и сцен за кадром Metro Last Light Redux. Так что саживайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняхами и мы начинаем. А продолжим мы со станции Театральная. И в самом начале можно заметить небольшой ляп в сторожке. По неизвестным причинам там висят два бронежилета Спарты, хотя их тут быть не должно. Если сразу не выходить с начальной комнаты, а пролететь дальше камерой, то можно обнаружить зависшую сцену. И я заметил, что у людей, которые находятся тут, не все в порядке с безопасностью. Если хорошенько присмотреться, то увидим, как они спокойненько сидят рядом с самодельными минами. За пределами игровой зоны находится наш противогаз прошлой локации. Чуть дальше будут стоять персонажи в Т-образных позах, которые телепортируются на основную карту по зову скрипта. И вот так это происходит за кулисами в театре. В разных частях карты можно найти спрятанные в стенах граффити и фотографии. Все оружие, которое продает торговец и которого якобы нет в наличии, можно найти неподалеку за стеной. А пока Артем опустошает алкогольные запасы красной линии, сверху двое солдат, охраняющие стену, получат сигнал извне и пойдут оформлять Артема. И тут я поймал странный баг. Один из бойцов, видимо забыв зачем пришел, решил присесть на коленке к Павлу и присоединиться к столу. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетер, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Далее подробно рассмотрим бойцов красной линии и саму станцию, так как в игре мы видим эту сцену лишь частично. Перед тем, как гермодверь откроется, в основном зале и стен повылазит куча народу для создания видимости живой станции. Но позже, вся эта массовка уйдет за карту и будет так продолжать идти, пока не закончится миссия. На заднем плане, почти все солдаты очень текстурные и некоторые из них используют модель Павла, а их командиры какие-то перекошенные. Но вот на боевых дрезинах находятся нормально прорисованные персонажи. За кулисами ничего особо интересного нет, просто пустая зона. Как и на других локациях, тут присутствуют спрятанные плакаты и надписи в стенах. В следующей катсцене у Артема наконец-то появится тело, но ненадолго. После того, как его развяжут, он вновь станет призраком. Оказывается, что за дверью образовалась целая очередь в эту комнату, и среди них есть даже двойник Корбута. Если присмотреться в этом месте, то видно, что за ширмой якобы кто-то висит. Но когда я пролетел туда, оказалось, что это просто наложенная тень. На следующих локациях я особо интересного ничего не нашел, кроме все тех же картин с разработчиками, спрятанных в ящиках, и Андрея в Т-образной позе с висящим в воздухе прожектором в одной из последних комнат. Пока проходил эту локацию, заметил такую странность. Если подстрелить любого бойца, и он упадет на землю, то с его глазами и головой начнут происходить какие-то аномалии. Болит-то как? Потери! Потери! Ну, могло быть и хуже. После того, как дрезина в первый раз падет в аварию, ее лампы не разобьются, а телепортируются за карту. Проехав дальше, в тоннелях мы обнаружим множество провалов, через которые проникает солнечный свет с поверхности в метро. Но, к сожалению, никакой поверхности тут нет, лишь кусты и деревья. Далее перейдем к сценам с рыбаком Федором. Все гранаты, что он кидает в воду, не взрываются, а остаются лежать под водой. Если завернуть соседний тоннель, то можно найти еще одну такую же лодку с запущенным двигателем, которая так и не будет использована до конца игры. На локации Венеции можно найти скрытую комнату с разными объектами, персонажами и оружием, которое будет телепортироваться на карту по мере прохождения игры. На складах можно найти те самые картины из коробок. Тут они будут развешаны на стенах, и их можно подробно рассмотреть. Видимо, в метро данный товар пользуется немалым спросом, раз он есть практически на каждой карте. Постройки же на локации укомплектованы настолько плотно, что NPC-шники сидят наполовину в текстурах. Еще тут можно увидеть секретную сценку. За барной стойкой сидит бабуля, которая будет менять свой облик после каждого выпитого стакана. И вот так это выглядит со стороны. Солите вы их, что ли? Далее перенесемся на поверхность и рассмотрим город более подробнее. Если пролететь под самолет, то можно обнаружить его дубликат. Еще за картой можно встретить строй креветок и их главаря, с которыми мы будем сражаться в финале локации. В конце данной карты паром, что мы вызываем, будет плыть к нам из-под земли. Кстати, в этом месте можно не сражаться с боссом. Достаточно просто пробежать назад и залезть на вот этот столб. После этого вас никто трогать не будет. И можно будет спокойно пронаблюдать за битвой креветки и крылатого. Продолжение следует... В прошлом ролике я спрашивал вас про создание Телеграма или Дискорда для залива туда сцен не вошедших в выпуск. И судя по комментариям, победил Телеграм. Так что скоро он будет, и в следующих выпусках я оставлю ссылку. А сегодня на этом все. Спасибо за просмотр и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok